Всем привет, с вами Алфокс. Сегодня мы научимся строить вакьюм фреза. Итак, для того, чтобы его построить, нам понадобится, естественно, сам контроллер, дальше морозостойкий машинный корпус, аутпут басс, входная и выходная шина, люк обслуживания и, если что, нам понадобится также voltage battery buffer и medium voltage energy hatch. Давайте начнем его строить. Во-первых, нужно отметить тот факт, то, что вот эти вот дополнительные компоненты, это шина, потом люк обслуживания и люк энергоснабжения можно ставить в любое место. Таким образом все это можно сделать. Смотрим. Так, для начала ставим вот эти вот морозостойкие машины и корпуса. Сюда ставим сам корпус этот, самый главный контроллер. И сверху ставим вот таким вот образом. Теперь у нас почти готово, 3 на 3 все это готово. Осталось добавить вот эти вот output и input бассы. Might and scratch, то есть мы можем его поставить сюда, можем поставить его сюда, можем поставить его сверху, то есть куда угодно. Зависит от вас. Input и output бассы то же самое в любое место, куда вам угодно, куда вы хотите. Можете вот поставить. Ну и сделаю как обычно. То есть сюда input, сюда output. Замечательно. Дальше. Energy hatch. Оставлю скорее всего сверху. Так, сверху вот поставил. Дальше буфер. Так. Буфер ставил вот так. Берем ключик. Кликаем вот сюда вот. Все. Буфер на месте. Замечательно. Дальше батарейки. Батарейки тоже на месте. То есть машина готова к работе. Убираем все ненужное. Оставляем только вот эти вот предметы. Запускаем машину. Она запустилась. Дальше кладем сюда в input hatch. Тьфу ты. В input hatch кладем какой-нибудь предмет, который будет перерабатываться в этой машине. Например, вот такой вот горячий вольфрамовый слиток. Теперь штучки. Запускаем. И что мы видим? Машина начнет перерабатывать только после того, как я использую ленту Braintech. Braintech. Так. Кладем сюда. Машина должна начать работать. Да, вот машина начинает работать. Остается нам только ждать. Сколько секунд? 17 секунд. Время пошло. Так. Первым перерабатывается. Еще. 4 секунды. 1, 2, 3. Вот. Tank steel in input. То есть у нас уже есть вольфрамовый слиток. Вольфрамовый стальной слиток есть. Итак. Чтобы посмотреть все рецепты, которые есть у вот этого вот фрезера, нам понадобится рецепт, как получить сам вольфрамовый слиток. Вот. Нажимаем вот на эту кнопочку, Recipes. И 63 рецепта. Что мы можем перерабатывать в этом вот фрезере. Этот фрезер вам обязательно понадобится. Без него, как в прошлых версиях Грега, не обойтись. Потому что, чтобы сделать, например, кантал. Канталовый слиток, где он? Вот. Для того, чтобы сделать нагревательное кольцо канталовое, как раз понадобится вакуум фрезер. Так что, без этой машины вам не обойтись. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!